Рассказы об оружии ИСУ-122 Трудный путь фронтовика Сегодня мы решили рассказать о машине, которая не может похвастаться участием в оборонительных боях. О машине, которую благодаря новым историкам техники от Википедии часто воспринимают как простого помощника танка. Эдакий эрзац танка, созданного непонятно для чего. Но машине, которая именно брала Берлин. Хотя некоторые особенности машины делали ее применение в городах проблематичным. Итак, героиня сегодня ИСУ-122. Сау, которая частенько на экспозициях музеев стоит рядом с ИСУ-152 и танками ИС-2. И, будем честны перед собой, незаслуженно производит менее устрашающие впечатления, чем соседи. Впечатление дополняет то, что ИСУ-122 выглядит как ИСУ-152, а пушка точно такая же, как на танке ИС-2. Ну и естественный вопрос, зачем вообще машина, которая по огневой мощи не превышает мощь танка прототип О. В принципе, в большинстве описанных ранее самоходок СССР и Германии именно так и было. Сау почти всегда оснащались более мощным орудием. Именно это обеспечивало артиллерийскую поддержку танковых атак. Самоходы давали возможность танкистам выйти на рубежи эффективной работы собственных орудий. На прямую наводку. Проскочит тот самый участок недосягаемости противника без существенных потерь. Попробуем разобраться именно с этим решением конструкторов САУ. Но начать необходимо издалека. Из далекого 1942 года. Именно в 1942-м военные эксперты Советского Союза, ведущие конструкторы бронетехники, получили задание продумать тенденции развития танков противника на последующие годы. В конце 1942 года даже была создана специальная комиссия в ЦНИИ-48. Выводы по развитию бронетехники немцев были однозначны. Достаточно привести в фразу из доклада комиссии ЦНИИ-48, руководитель-профессор, доктор технических наук А. С. Завьялов. За время войны можно ожидать появления у врага новых образцов танков, хотя немцы, судя по всему, всячески избегают производственных осложнений, связанных с переводом промышленности на новые образцы и отражающихся на массовости выпуска вооружений. Если такие новые образцы появятся, то едва ли мы встретимся в них с фактом значительного утолщения брони. Скорее всего, в соответствии со всем ходом развития типов немецких танков следует ожидать усиление танковой артиллерии, с одной стороны, и увеличение проходимости танков в условиях бездорожья и мощных снежных покровов, с другой стороны. Есть факт, который почему-то прошел незамеченным советским командованием, но который мог повернуть конструкторскую мысль в совершенно другую плоскость. На советско-германском фронте уже осенью-зимой 1942 года стали появляться экспериментальные «Тигры». Известен исторический факт захвата танка типа «Хеншель» номер 250-004. Именно расшифровка путевого листа этого танка 25 января 1943 года, переводчик «Брескер», доказывает, что свой первый рейд эта машина совершила еще 21 сентября 1942 года, разведка боем в 10 ч. 30 минут в районе П. Мгагоры. Почему это осталось незамеченным советским командованием, непонятно до сих пор. Мы специально заострили внимание на том, какие идеи были главными на начало 1943 года. Это поможет понять логику появления ИСУ-122. Итак, 1943 год. Танкостроители активно занимаются разработкой нового тяжелого танка ИС-1. Параллельно разрабатывались и две САУ. Решение было классическим. Танк с пушкой калибром 85 мм, Д-5Т, САУ огневой поддержки танков, истребитель танков, с пушкой 122 мм, А-19, на базе КВ-14 и САУ с пушкой Гаубицей 152 мм, МЛ-20С, на той же базе. Работы по созданию танка были завершены в ноябре 1943 года. И уже на базе ИС-1 была построена ИСУ-152, объект 241. На очереди был и объект 242 с пушкой 122 мм. Прототип построили через месяц после объекта 241. И тут в работу вмешались военные. Дело в том, что ИС-1 при всех своих достоинствах уже не устраивал артиллеристов своим орудием. 85 мм орудия было явно мало для тяжелого танка. Машина не имела преимущества в бою перед другими танками. Это орудие больше подошло среднему Т-34, что и произошло. Орудие, предназначенное для САУ, было установлено на новую разработку танка Объект 240 ИС-2. Так получилось, что на испытание Объект 240 ИС-2 вышел даже раньше, чем Объект 241 ИСУ-152. Объект 242 таким образом стал ненужным. Именно по причине однотипной пушки с танком. В серию пошли ИС-152. Практически, с декабря 1943 года по апрель 1944 года ЧТЗ выпускал только ИС-152. И опять помог случай. Точнее, трудовые подвиги рабочих ЧТЗ. Завод выпускал бронекорпуса для САУ в больших количествах. К апрелю выяснилось, что для производства САУ ИСУ-152 просто не хватает орудий ML-20С. И в то же время, на складах скопилось достаточное количество танковых А-19. Сначала производство ИС-2 получило название Д-25Т. Челябинский тракторный стал выпускать сразу две САУ, ИСУ-152 и ИСУ-122. Ну и это не конец истории этой машины. Было удачное продолжение. И это продолжение мы тоже можем увидеть сегодня. Это ИСУ-122С. Это не прихоть неугомонных конструкторов САУ, а необходимость. Задачи, которые должны выполнять САУ даже при одинаковых с танками орудиях, никто не отменял. На СУ-122 конструкторы смогли добиться некоторого увеличения скорострельности, с двух до трех выстрелов в минуту, за счет более свободной рубки пятого члена экипажа. Машина понравилась. Понравилась настолько, что уже с сентября 1944 года ЧТЗ стал выпускать сразу три серийных машины. ИСУ-152, ИСУ-122 и ИСУ-122С. Переходим к осмотру машины в деталях. Прежде всего необходимо сказать, что это классическая советская машина того времени. Отделения управления и боевое отделение располагаются впереди. Трансмиссия и моторное отделение сзади. Бронекорпус изготавливался из катаной брони различной толщины 90, 75, 60, 30 и 20 миллиметров. Бронелисты устанавливались под рациональными углами наклона. В целом такое бронирование обеспечивало хорошую противоснарядную защиту. Лоб у машин разного времени производства бронировался по-разному. Первые машины имели броневую отливку. Более поздний осварной лоб. Орудие расположено не по осевой линии корпуса, а чуть смещено вправо от оси машины. Устанавливалось на установке рамного типа, практически идентично ИСУ-152. Противооткатные устройства защищены неподвижным литым кожухом и подвижной литой маской. Кстати, маска, кроме основной функции, выполняет роль уравновешивающего устройства. Экипаж размещался следующим образом. Механик-водитель впереди, слева. За ним, слева от орудия, находился наводчик. Справа от орудия командир. За наводчиком место заряжающего. За командиром место замкового. Иногда экипажи формировались из четвертых человек. В этом случае замковый выполнял еще и обязанности заряжающего. На крыше рубки было два люка. Но для посадки и высадки предназначался только правый. Левый люк предназначен для вывода удлинителя панорамного прицела. Основным люком для посадки и высадки экипажа был прямоугольный двухстворчатый люк на стыке крышевого и заднего листов броневой рубки. Предусмотрен в весу и аварийный люк для эвакуации экипажа. Расположен в днище машины. Остальные лючки предназначены для доступа к узлам и агрегатам машины. Заправки горючим и боеприпасами. На ИСУ-122 использовались орудия А-19С. Причем орудия отличались. Первые машины оснащены 122 мм пушкой Обр. 1931-37 ГГ. Модификация скасалась переноса органов управления орудием на одну сторону для удобства наведения. Оборудование его казенной части лотком-приемником для удобства заряжания и установки электроспуска. Затвор поршневой, идентичный с буксируемым орудием. С мая 1944 года на САУ устанавливали 122 мм самоходную пушка Обр. 1931-44 ГГ. Ствол этого орудия уже отличался от А-19. Для стрельбы из пушек А-19 или Д-25С применяются следующие типы боеприпасов. Осколочно-фугасная пушечная граната ОВ-471Н с привинтной головкой. Осколочно-фугасная цельно-корпусная короткая пушечная граната ОВ-471Н. Осколочно-фугасная цельно-корпусная длинная пушечная граната ОВ-471. осколочно-фугасная стальная гаубичная граната ОВ-462, бронебойно-трассирующий остроголовый снаряд БР-471, бронебойно-трассирующий снаряд с баллистическим наконечником БР-471Б, бетонобойный пушечный снаряд Г-471. Для ведения огня на САУ устанавливались сразу два прибора, панорама Герца и телескопический прицел СТ-18, для стрельбы прямой наводкой. Правда, следует сказать, что прибор СТ-18 несколько снижал дальность стрельбы. Дело в том, что градуировка прибора была рассчитана всего на 1500 метров. Поэтому, на более дальнее расстояние использовать его было невозможно. Спасала панорама Герца. Экипаж кроме приборов прицеливания имел достаточно приборов наблюдения. Все люки для посадки-высадки были снабжены перископами МК. Фу. Сейчас, по логике материала, необходимо рассказать о ходовой части, моторном отделении, шасси. Однако сегодня мы решили этого не делать. Просто потому, что достаточно подробно описывали все это в материалах о танке ИС-2. Поэтому следующая часть будет о боевом применении машины. Начнем с одного достаточно известного интервью, которое дал фронтовому корреспонденту командир 309-го САП подполковник Кабрин. Просто процитируем отрывок из этого материала. Точка. А вы представьте себе такую картину. Как сейчас помню, высота 559,6. Командир рыбалкой с нами. Самоходная установка Клеменкова тут же стоит в охране штаба. Идет деловой разговор. И вдруг слева идут немецкие танки. 18 штук. Идут колонной. Что будет? Рыбалка чуточку изменился в лице. На щеках заходили желваки. Командует Клеменкову, который стоял рядом, запретить путь немецким танкам огнем. Есть запретить. Отвечает Клеменков и к машине. И что вы думаете? Первым же снарядом с 1800 метров зажег головной танк. Второй начал из-за него выползать и он его подбил. Третий полез, он его разбил. А потом и четвертый. Остановил так и гитлеровцев. Они попятились, думая, что тут целая батарея. Невероятно. Встретите Рыбалка, спросите его, как было дело, он подтвердит. Тогда тут же, на поле боя, Клеменкову привинтил к комбинезону Ордена Отечественной войны первой степени. Сейчас обязательно найдется скептик, который станет говорить о личном мужестве и подготовленности экипажа. Разве это показатель качества машины? Скажем сразу да, это показатели именно качества машины. ИСУ-122 при начале использования их в войсках имели практически ту же задачу, что ИСУ-152. Тактика боевого применения была и одентична. Даже элефанты останавливались от удара снаряда ИСУ-122. Останавливались не от пробития брони. Этого, увы, 122ММ орудия не могли, а от того, что после удара ломалась подвеска, трансмиссия или мотор. Кстати, для любителей статистики. Те данные, которые приводятся в различных источниках, о бронировании немецких тяжелых машин в конце войны, не учитывают одной важной детали. Броне у немцев в 45-м и 43-м годах сильно различалось по качеству. Но вернемся к лейтенанту Клименкову. Ничего нового в тактике боя Клименков не предложил. Действия ИСУ-122 из засад на большом расстоянии были предусмотрены устанавливающими документами РККА. Другое дело, что машина отработала на панораме Герца, судя по дальности. Если быть объективным, ИС-2 и ИСУ-122 на тот момент были единственными равноценными немцам машинами. Только они могли уничтожать немецкие тяжелые танки и САУ на дистанции боя. Помните спор командира СУ-85 с танковым полковником из фильма «На войне как на войне»? О месте САУ в боевых порядках наступающих. 200-300 метров позади танков. Это же относится и к ИСУ-122. Машины просто расстреливали танки противника из коротких остановок. Совсем другое дело, когда атака захлебывалась и танки начинали отступать. Вот тут-то и проявлялся героизм самоходчиков. САУ становились просто дальнобойными орудиями, которые прямой наводкой уничтожали наступающие танки или те объекты, которые затрудняли дальнейшие продвижения. Отход, или продолжение наступления, в таком случае осуществлялся уже после того, как опасность потери танков миновала. Хочется рассказать еще об одном эпизоде войны. Точнее, о небольшой войне одного танкового полка. Да-да, именно танкового. 81-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка. Войне, которая вместилась в 12 дней в марте 1945-го. Мы много раз писали о чудесах на войне. Сегодня чудо мгновенной переквалификации. 8 марта 81 АКФТ получил 20 ИСУ-122 из четырех маршевых батарей. На тот момент в нем оставался один исправный танк ИС-2 и вступил в бой с окруженным в районе к юго-западу от Кенигсберга противником. За 12 дней боев в полк потерял убитыми 7 офицеров и 8 солдат, ранеными 11 офицеров и 13 солдат и сержантов. В ходе сражений сгорело 10 ИСУ-122 и еще 5 были повреждены. Танкисты, переквалифицировавшись в самоходчиков, захватили населенные пункты Айзенберг, Вальтерсдорф, Беркнау, Грунау и вышли на побережье Балтийского моря. Полк уничтожил 5 танков, 3 штурмовых орудия, 65 противотанковых пушек, 8 БТР, 9 тягачей и захватил исправными 18 орудий и 1 пантеру. Полк при этом оставался танковым. Еще один бой героя Советского Союзовая Гущина, воевавшего в составе 387 САПа боя 20 января 1945 года. И опять просто цитирование. Лучше все равно не напишешь. Первый город, Инорос, был особенно сильно укреплен. Наши попытки ворваться в город не привели к успехам. Нам пришлось отступить. Командир полка дал приказ моей машине и еще одной машине подойти к подступам города и прорваться в город. Получив этот приказ, почувствовали большую радость и гордость за возложенную на нас ответственность. Приступили к выполнению. В это время был сильный туман. Видимость поэтому была очень плохая. Нашему командиру батальона и членам экипажа приходилось открывать люки, чтобы получше разглядеть, где находится противник. При подходе к городу находился небольшой хутор. Когда мы поравнялись с хутором, противник внезапно открыл огонь по нам, в результате чего был убит командир батальона головной машины, а вторая машина была повреждена. После этого принимаю командование на себя. Приказываю сделать несколько выстрелов по этому укрепленному хутору, после чего, убедившись, что противник уничтожен, я решил ворваться в город. Приближаясь, я увидел, что справа и слева идут немецкие танки. Принимаю немедленное решение отойти в укрытие, после чего вступить в бой с противником. Вторую машину также взял с собой. Первую машину, в которой находился я, поставил слева, в направлении противника. А вторую машину поставил с правой стороны. Не пробыв в таком положении часа, я увидел, что немецкие танки идут по дороге метров за 200. В этот момент я открыл по ним огонь. Первый снаряд попал в лобовую часть танка. Танк не загорелся. Подпустив его на 100 метров, снова открыл по нему огонь. Со второго снаряда танк загорелся. Из танка стали выбегать немцы и разбегаться в разные стороны. Не теряя времени, я перевожу огонь на другие танки. Они шли друг за другом. Второй танк тоже загорелся, потом и третий. Четвертый танк заметил нас и стал наводить огонь на меня. Боевая масса Т-46,0. Длина с пушкой ММ-9850. Ширина ММ-3070. Высота ММ-2480. Клиренс ММ-470. Двигатель В2ИС, 4-тактный дизель, 12 цилиндров. Мощность Л.С-520. Запас топлива Л. Основный бак 500. Дополнительные баки 360. Скорость Км-час. Максимальная 35-37. Средняя по проселку 16. Запас хода КМ-145-220. Преодолеваемые препятствия. Подъем. Градусов. 32. Крен. Градусов. 30. Ров. М. 2,5. Стенка. М. 1,0. Брод. М. 1,3. Бронирование. ММ. Угол наклона. Градусов. Лоб корпуса вверх. 90. 60. Борт корпуса. 90. 0. Корма корпуса. 60. 41. 49. Лоб рубки. 90. 30. Борт рубки. 60. 15. Корморубки. 60. 0. Маска. 120. Крыша. 30. 90. Днище. 20. 90. 50. Экипаж. Чел. 5. Артиллерийское вооружение. 1 пушка А19С, Д25С. Калибр. ММ. 121.92. Тип заряжания. Раздельно гильзовое. Дальность стрельбы. М. Максимальная. 14300. 14700. Прямой наводкой. 5000. Прямого стрела. 975. Масса снаряда. КГ-25. Б-комплект. Выстрелов. 30. Дополнительное вооружение. Зенитный пулемет 12,7 мм. Дэшака с б-комплектом 250 патронов. Пистолеты-пулеметы ППШ-2ШТ. Б-комплект 420 патронов.